Так, ну ладно, коллеги, будем начинать. Значит, на лекции 4 мы разбирали с вами самые простые модели единичных нейронов и ввели несколько полезных базовых уравнений, например, выражение мембранного потенциала через сток и сопротивление емкости. Сегодня мы углубимся в рассмотрение, куда можно вообще с этими моделями двигаться дальше в области именно единичных моделей, а в следующих лекциях мы уже будем детальнее рассматривать сначала возможные варианты синаптической передачи и после будем уже рассматривать способы кодирования информации нейронами. То есть сегодня мы с моделями единичных нейронов, мы на сегодня закончим. Мы уже приоткрыли небольшую завесу над моделированием каналов 4 лекции, поэтому с нее мы сегодня и начнем. Вторым блоком мы рассмотрим, как развивалась модель Ходжкина-Хаксли в процессе изучения ионных каналов и какие свойства реальных нейронов позволили воспроизвести новые модели, которые были недоступны в оригинальной модели Ходжкина-Хаксли. Дальше мы вспомним, что морфология нейронов очень разнообразна, и поговорим о кабельном уравнении, которое может перевести наше однокомпартнентное описание в мультикомпартнентное. В первом блоке мы с вами разберем, зачем же нам детальное моделирование каналов. Посмотрим, как вообще можно систематизировать знания по имеющимся типам этих каналах, их свойствам, и посмотрим, как можно использовать вероятностное описание для простых и не очень моделей. Мы в прошлой эрекции подробно остановились и рассмотрели формализм Ходжкина-Хаксли, который позволяет описывать потенциал зависимой проводимости, возникающей из большого количества ионных каналов. Как только появились соответствующие технологии, например, технология патч-клэмпа, исследования единичных каналов появились примерно в это же время. Они затрагивали в том числе переходы этих каналов в различные состояния, и связано это было в первую очередь с их молекулярными изменениями. Эти исследования в своей массе описывают комплексные молекулы, и количество состояний возможных переходов между ними обычно немаленькое. В этом разделе мы коснемся простых моделей, чтобы понять принципы их построения без сложных биологических деталей, которые вообще обычно нужны для более точных предсказаний. Чем более детально мы пытаемся промоделировать любой сложный процесс, тем больше вычислений и, соответственно, времени потребуется нам. Однако, используя такой подход, мы можем изучать нестандартные состояния, включая различные патологии. Ну и, конечно же, именно из понимания работы составных частей складывается общее понимание, какую функцию несут нейроны с разными пропорциями и вообще наличием тех или иных типов каналов. В качестве примера можно привести NMDA-рецептор, активируемый глутаматом и пропускающий ионы. Данный процесс играет ключевую роль в синаптической пластичности, следовательно, и в процессах обучения и процессах памяти. Также существует теория, что NMDA-рецепторы являются активаторами перехода REMSONE и BODERSTONE. REMSONE – это Rapid Eye Movement, это быстрая фаза сна. Так вот, эти NMDA-рецепторы, они имеются далеко не у каждого типа нейронов, и они достаточно хорошо локализованы. Давайте вспомним, что из себя представляет ионный канал. Вот ионный канал, именно с биологической точки зрения, и биологический термин – это порообразующий белок. Он может быть одиночным, либо он может быть целым комплексом белков. Эти белки поддерживают разность потенциалов, которые существуют между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны и всех живых клеток. Относятся эти белки к транспортным белкам. С их помощью ионы перемещаются согласно их электрохимическим градиентам сквозь мембрану. Такие комплексы представляют собой набор идентичных или гомологичных белков, плотно упакованы в липидном бислое мембраны вокруг как раз одной поры. Канал расположен в плазмолемме, то есть в плазматической мембране клетки и некоторых внутренних мембранах клетки. Это, например, мембраны эндоплазматического ретикулума и мембраны митохондрии. Канальные белки состоят из субъединиц. Это важно и нужно запомнить. Они образуют структуру со сложной пространственной конфигурацией, то есть вот эти субъединицы, они играют как раз роль в открытии и закрытии этих каналов. В этой пространственной конфигурации, кроме поры, обычно имеются молекулярные системы открытия, закрытия, избирательности, инактивации, рецепции и регуляции. Ионные каналы могут иметь несколько участков так называемых сайтов для связывания с управляющими веществами. Это если мы говорим о леганозависимых ионных каналах. Теперь давайте посмотрим, какие вообще типы каналов существуют. В целом можно их систематизировать по разным характеристикам. Например, по типу активности. Мы разбирали эти свойства на третьей лекции. Каналы могут быть активными, то есть потреблять энергию и осуществлять перенос ионов против химического градиента в этом случае. А могут быть пассивными и обеспечивать перенос согласно законам диффузии и осмоса. Вторым вариантом, как можно каналы классифицировать, это по гейтинг. То есть гейтинг-классификация позволяет нам отделить каналы, которые у нас потенциал зависимый. То есть они зависят от изменения потенциала мембраны и в этом случае открываются, закрываются или инактивируются. Они могут быть леганозависимые или лепидзависимые. Ну и еще там есть некоторое количество вариантов. То есть сюда же можно отнести механочувствительные, температурно-чувствительные, протон-активируемые и комплексные, когда вам нужно несколько типов воздействия для того, чтобы канал перешел из одного состояния в другое. Можем разделять каналы по типам ионов. Это стандартный набор из ионов калия, натрия, хлора, кальция, а также протонов. А также существуют неселективные каналы, которые способны пропускать разные типы ионов. Нас в первую очередь интересуют каналы, конечно, плазматической мембраны, то есть той, что как раз определяет границы существования клетки. Но при этом различные отделы клеток тоже имеют свои мембраны. В них могут быть также локализованы каналы, например, в эндоплазматическом ретикулами. И на самом деле самый яркий пример – это митохондрий. Ну и классификация каналов может быть более специфичной. Мы не будем углубляться в этот вопрос сегодня, да и вообще на этом курсе мы не будем в него больше углубляться. Но, например, классифицировать можно каналы по длительности ответа на стимуляцию. Для каналов характерна, в первую очередь, ионная специфичность. Каналы одного типа пропускают, обычно каналы пропускают только ионы одного типа, то есть, например, одни пропускают ионы калия, другие только ионы натрия пропускают. Первое свойство – это селективность. То есть, это избирательно повышенная проницаемость ионного канала для определенных ионов и пониженная для других. Такая избирательность определяется селективным фильтром, самым узким местом канальной поры. Фильтр, кроме узких размеров, может иметь также локальный электрический заряд. Такая штука как раз в НМДА-рецепторе у нас присутствует. Управляемая проницаемость свойства – это способность открываться или закрываться при определенных управляющих воздействиях на канал. Инактивация – это способность ионного канала через некоторое время после своего открытия автоматически понижать свою проницаемость, даже в том случае, когда открывший их активирующий фактор продолжает действовать. Блокировка – это способность ионного канала под действием веществ-блокаторов фиксировать какое-то одно свое состояние и не реагировать на обычные управляющие воздействия. Блокировку вызывают вещества-блокаторы, которые могут называться антагонистами или блокаторами. Об этом более подробно на следующей лекции про синапс будет рассказывать Георгий Галумов. И пластичность – это способность ионного канала изменять свои свойства. Наиболее распространенный механизм, обеспечивающий пластичность – это фосфорилирование аминокислот, канальных белков с цитоплазматической стороны, то есть с внутренней стороны мембраны клетки, специальными ферментами, то есть по сути у вас каждый канал – это одна большая молекула. И фосфорилирование – это именно навешивание молекул фосфора на определенные места в этой молекуле, которые приводят к тому, что канал может, например, менять свою конформацию. Именно 3D-структуру может менять. Что это значит? Это значит, что модифицированный таким образом канал меняет параметры своей работы от чувствительности к потенциалу до структурных изменений. И все эти свойства могут быть в той или иной мере смоделированы. И давайте мы сегодня будем рассматривать потенциалозависимые каналы. Давайте мы посмотрим, как это в принципе вообще можно делать. Модели единичных каналов обычно базируются на диаграммах состояний, которые отображают возможные конформационные состояния, которые каждый тип канала может принимать. Обычно одно из состояний отвечает за открытое состояние и протекание ионов по каналу, тогда как все остальные состояния являются непроводимыми. Ток, проходящий через канал, можно записать таким вот образом, как G на P на V-E, где I – это обратный потенциал, G – это проводимость единичного канала в открытом состоянии, а P – это единица в случае, когда канал открыт, и ноль в обратном случае. Модель канала может быть создана непосредственно из диаграммы состояний просто благодаря отслеживанию этого состояния во времени и добавлению стахастических изменений с правдоподобными скоростями перехода между этими состояниями. Если обновление симуляции вашей модели происходит при малых значениях ΔT, то вероятность, что канал совершит переход из одного разрешенного состояния в другое равняется произведению скорости перехода на эту самую ΔT. Давайте посмотрим на это с некоторыми иллюстрациями, чуть поподробнее. Данный слайд демонстрирует как раз вот такую диаграмму состояния и результат симуляции для модели канала калия отложенного выпрямления, которая тесно связана с макроскопическим описанием проводимости. И как бы это проиллюстрировано, вот это было проиллюстрировано моделью Ходжкина, не моделью, это было проиллюстрировано моделью Ходжкина-Хакса. Значит, факторы α-n и β-n, вот эти вот, значит, в терминах скорости перехода между состояниями являются потенциал-зависимыми функциями. Данная модель оперирует описанием канала, структурно состоящего из четырех доменов или четырех субъединиц. То есть вот то, что мы говорили о том, что каналы структурно состоят, могут состоять из нескольких субъединиц, вот как раз это пример такого канала. То есть вам для того, чтобы канал проводил, чтобы он проводил ионы, вам нужно, чтобы все четыре субъединицы были открыты. Именно поэтому у нас с вами здесь, по сути, пять состояний, в котором, то есть на этой диаграмме первое состояние, в этом состоянии все четыре субъединицы закрыты, все четыре гейта этих субъединиц закрыты. Состояния 2, 3 и 4 описываются как открытые 1, 2 и 3 субъединицы. Таким образом, состояние 5 отвечает за то, что открыты все четыре субъединицы, и канал у вас, в принципе, готов к пропусканию ионов. Значит, факторы, вот эти вот факторы 1, 2, 3, 4, как при e-бета, так и при альфа, они стоят перед параметрами скорости перехода, отвечают они за то самое количество субъединиц, которые могут совершить переход в другое состояние, то есть из закрытого в открытый и наоборот. Например, скорость перехода из состояния 1 в состояние 2 в 4 раза выше, чем из состояния 4 в состояние 5. Происходит это потому, что для перехода из первого во второе состояние вам достаточно, чтобы открылась любая из четырех доступных субъединиц, тогда как при переходе из четвертого в пятое состояние требуется, чтобы открылась одна оставшаяся субъединица. Ну и нижняя панель, еще раз повторюсь, с лекции 4, значит, эта панель показывает, как увеличение количества моделируемых каналов приближает нас к макромоделям. Для одного канала, для десяти каналов и для ста каналов. Чтобы увидеть, как модель канала на предыдущей диаграмме воспроизводит результаты модели Ходжкина-Каксли, когда суммируются токи из многих каналов, мы должны рассмотреть вероятностное описание модели этого канала. Обозначим вероятность того, что канал находится в состоянии K, через P-K, где K – это 1, 2, 3, 4 и 5. То есть это то количество состояний, которыми мы можем оперировать. Динамические уравнения для этих вероятностей легко получить, установив скорость изменения для данного P-K. Равные вероятности выхода из состояния K, вернее, из входа, из вероятности входа в состояние K, из других состояний в единицу времени за вычетом скорости выхода из состояния K. Вероятность входа в единицу времени – это произведение соответствующей скорости перехода и вероятности того, что состояние, которое выполняет переход, занято. Вероятность выхода в единицу времени равна πk, умноженному на сумму всех скоростей и возможных переходов из текущего состояния. Уравнение для вероятности состояний следующее. То есть если мы через π с точкой определим как раз производную по этой dp, то мы для вероятности для перехода из состояния 1, состояния 2 и так далее до состояния 5 можем описать такими вот уравнениями. Решение этих уравнений можно построить, если вспомнить, что в модели Ходжкина-Хаксли вот это вот n, это вероятность того, что гейты как раз субъединиться, находятся в открытом состоянии, а 1 минус n – это вероятность его закрытия. Если мы используем то же обозначение, как и в модели Ходжкина-Хаксли, то состояние 1 имеет 4 закрытых гейта, следовательно, π1 равно 1 минус n в четвертой степени. Состояние 5, открытое состояние, имеет 4 открытых гейта, поэтому π5 – это n в четвертой степени. Состояние 2 имеет 1 открытый гейт, который может быть любой из 4 субъединиц, а 3 закрытых состояния, что делает… Так, имеет… Да, состояние 2 имеет 1 открытый гейт, и может состоять… То есть он может быть, этот гейт, любой для 4. И мы имеем 3 закрытых состояния. То есть π2 у нас в этом случае получается 4n на 1 минус n в кубе. Да. Так, ну и так можно на самом деле рассчитать для любого состояния. То есть здесь на самом деле приведены… То есть это вот на слайде это π с точкой, а я сейчас говорил про вот эти вот каждую конкретную π1, π2. Вот. В модели проводимости по натрию Ходжкина-Хаксли предполагается, что процессы активации и инактивации действуют независимо. То есть здесь мы смотрим на слайд, ну, вернее, на панель B, которая ответствует как раз за временную проводимость канала натрия. Это, как вы помните, из 4 лекции постоянная проводимость по кали. Нас интересует как раз вот сейчас вот эта схема. Значит, схема на этом рисунке, она изображает механизм, который, как считается, отвечает за инактивацию и показывает, что вообще предположение о том, что процессы активации и инактивации действуют независимо, оно неверно. А шарик, то есть вот этот вот шарик, который инактивирует канал, расположен внутри клеточной мембраны, где на него через мембрану может не напрямую влиять тот же самый потенциал. Кроме того, в этой схеме шарик не может занимать пору канала до тех пор, пока не откроются ворота активации, что делает два процесса взаимозависимых. То есть, когда у нас activation gate закрыт, мы не можем находиться в состоянии инактивированного. И давайте посмотрим на диаграмму состояний. То есть, это диаграмма состояний полуинтереснее, чем для калиевого канала, просто потому что у него есть больше возможных переходов. И, в принципе, состояние не только состояние открытия, но еще и состояние инактивированное. Значит, эта диаграмма отражает за счет наличия механизма инактивации, зависящего от состояния и от потенциала. Представляет она собой упрощенную версию модели канала натрия. Разработана она была в 1991 году под лаком. Последовательность переходов, которые приводят к открытию канала через состояние 1, 2, 3 и 4, она идентична таковой в модели Ходжкина-Хаксли. Скорость переходов определяемой, она также определяется функциями Ходжкина-Хаксли, это α, m и β, m. от потенциала, соответственно, и соответствующими комбинаторными факторами, то есть 1, 2, 3 и здесь для α то же самое. Состояние 4 – это открытое состояние, как видно из диаграммы. Однако переход в инактивированное состояние 5 сильно отличается от процесса инактивации в модели Ходжкина-Хаксли. Инактивационные переходы в состояние 5 могут происходить только из состояния 2, 3 и 4. А соответствующие скорости перехода k1, k2 и k3, изображенные вот здесь, k1, k2 и k3, являются постоянными, не зависящими от потенциала. Процесс деинактивации происходит со скоростью Ходжкина-Хаксли из состояния 5 в состояние 3, вот со скоростью α-h. Так, по каналам, блок по каналам мы с вами закончили. Есть ли у вас какие-то вопросы? А вот эти k1, k2, k3, вы говорите, они постоянные и не зависят от потенциала, но при этом… Да, k1, k2 и k3 от потенциала не зависят. А вот эти, альфа и бета, они зависят в том числе от потенциала. Но при этом мы же говорили, что инактивация может происходить как бы из внешнего воздействия на… ну, из-за потенциала, который сейчас как бы сказать… Ну, короче, вот мы говорили о том, что на предыдущем слайде… Да. …что эта инактивация может провоцироваться какими-то внешними воздействиями, если я сейчас правильно понял. Ну, тоже изменением потенциала. Она может быть как бы катализирована потенциалом интрацеллулар, то есть внутриклеточным. А здесь, да, а здесь вот… То есть вот эти вот альфа и бета, они как раз зависят от функции, то есть от изменения потенциала именно самой мембраны. Вот, а получается, что К1, К2 и К3, они не зависят от потенциала мембраны, но могут зависеть от внутреннего локального потенциала. А, понял. Так. Окей. Поехали дальше. Значит, с единичными каналами мы с вами разобрались. Давайте мы перейдем с вами к моделям, основанным на проводимости. То есть мы, в принципе, понимаем, что каналы у нас могут работать по-разному, и типов этих каналов очень много. Как мы можем добавлять эти токи в макромодель, ну, то есть учитывать типы каналов, но уже на макроуровне. Значит, электрические свойства нейронов, они существуют как раз благодаря проводимости мембран с широким спектром свойств. Базовый формализм, о котором мы уже говорили, разработанный Кошкиным и Хаксли для описания проводимости натрия и калия, ответственных за генерацию потенциалов действия, также используются для представления большинства дополнительных проводимостей, встречающихся при моделировании нейронов. Модели, которые рассматривают эти аспекты ионной проводимости, они известны как модели, основанные на проводимости, то есть Conductance Based Models. Они могут воспроизводить довольно точно богатую и сложную динамику живых нейронов. В этом разделе мы коснемся, то есть мы начнем с однокомпартментных моделей, с тех же, которые рассматривали все это время до сих пор. Значит, при моделировании нейронов мы должны разобраться с двумя типами сложностей. Сложным взаимодействием активных проводимостей, которая делает динамику нейронов такой богатой и интересной, и сложной морфологией, которая позволяет нейронам получать, интегрировать входящие сигналы от множества других нейронов. Сегодня мы с вами будем говорить, то есть мы сегодня обсудим как раз именно первый пункт. Вот конкретно в этом разделе. Про морфологию мы начнем с вами говорить в следующем разделе. Модели нейронов варьируются от крайне упрощенных до очень подробных описаний, включающие тысячи дифференциальных сравнений. Выбор наиболее подходящего уровня моделирования для поставленной исследовательской задачи требует тщательной оценки, доступной экспериментальной информации в первую очередь, и четкого понимания цели исследования. То есть если вам нужно исследовать патологии в каких-то конкретных каналах, в какой-то конкретной проводимости, то вам эта проводимость, ну, нужна будет в первую очередь именно эта проводимость в вашей модели. Если же вы хотите моделировать на более высоком уровне, например, мини-популяцию, как в мини-популяции распространяются токи без патологий, то, возможно, вам не нужны какие-то специальные проводимости. Тем более, что не все проводимости, за счет того, что не каждый нейрон обладает, ну, не то, что обладает, не каждый нейрон топологически, структурно, где он находится в нервной системе, он в данном конкретном месте обладает всем набором имеющихся рецепторов. То есть генетически, конечно, обладает, но они не все представлены на его клеточной мембране. Следовательно, не все нейроны обладают какими-то специфичными проводимостями. Поэтому не нужно все проводимости, грубо говоря, запихивать в одну модель и ожидать, что она вам будет выдавать корректные результаты, которые будут матчиться с экспериментальными данными. Однако чрезмерно упрощенные модели могут давать вводящие в заблуждение результаты. Слишком подробные модели могут скрыть интересные результаты за несущественные и одновременно неограниченные сложности. То есть если вы впихнете побольше этих различных проводимостей в вашу модель, усложните ее через меры, то вы можете никогда ее не посчитать. В этом разделе выражения для токов, проходящих через мембрану, будут представлены, как и в случае с моделью Ходжкина-Хакса, с помощью равновесных потенциалов мембраны, максимальной проводимости для заданного типа ионов, а также гейтинг-переменных для различных проводимостей. Этими гейтинг-переменными как раз и будут оперировать рассматриваемые нами модели. Гейтинг-переменный потенциал представляют собой динамические переменные, то есть одни зависят от V, то есть от разности потенциалов, вернее, потенциалов клеточной мембраны. Потенциал зависит от времени, от токов, которые проходят через мембрану. Значит, форма для всех гейтинг-переменных, которые будут в этом разделе рассматриваться, она определяется вот таким вот уравнением, где Z обозначает общую гейтинг-переменную. Значит, функции tau Z и Z бесконечность от V определяются из экспериментальных данных с учетом именно тех каналов и проводимости, которые вы планируете в эту модель включать. А в некоторых проводимостях эти функции можно расписать в терминах скоростей открытия и закрытия каналов α-Z через α-Z от V и β-Z от V, которые мы рассмотрели как раз в предыдущем разделе и рассматривали, когда говорили про модели Ходжкина-Хакса. Но, как всегда, ионы кальция в данном случае отличились и соответствующие им проводимости отличились, поскольку кальциевые токи зависят, они не только, вернее, потенциал-зависимые, они еще зависят от внутриклеточной концентрации кальция. И я покажу вам некоторые интересные модели, которые учитывают этот кальций. Значит, и первой мы размерем с вами модель Конора Стивенса. Значит, это модель генерации потенциала действия Ходжкина-Хакса была разработана на основе данных, полученных с гигантского аксона кальмара. Расскажу я о многокомпартментном моделировании и распространении потенциала действия с использованием этой модели. Я буду рассказывать в следующем разделе. Значит, модель Конора Стивенса была разработана внезапно Конором и Стивенсом в 1971 году, и далее она была улучшена Конором в 1977 году. Она обеспечивает альтернативное описание генерации потенциала действия, похожего на модель Ходжкина-Хаксли. Значит, как и модель Ходжкина-Хаксли, содержит она быструю проводимость натрия и каналы калия, каналы отложенного выпрямления. Значит, также она содержит leakage, то есть каналы утечки, и описываемые собственной проводимостью. Значит, быстрая проводимость натрия и калия, они имеют в данной модели свойства, которые немного отличаются от таковых в модели Ходжкина-Хаксли, потому что использовались другие экспериментальные данные. То есть использовались другие нейроны для того, чтобы эту модель, так скажем, описать. В частности, эта модель имеет более быструю кинетику по каналам натрия и калия, поэтому потенциалы действия здесь короче. Кроме того, модель Конора и Стивенса содержит дополнительную проводимость по калию, называемую АТОК. Значит, что это такое? Это быстро активируемый ток с негативным фидбэком. Является эта проводимость временной. Калии проводимости вообще бывают разных типов, и модель Конора и Стивенсона, соответственно, включает два из них. То есть это проводимость по калию и вот этот вот АК. Мембранный ток в модели Конора и Стивенса по аналогии с моделью Ходжкина-Хаксли можно выразить глобальным таким вот уравнением. Быстрая проводимость по натрию и проводимость отложенного выпрямления по калию генерирует потенциала действия в модели Конора и Стивенсона так же, как и в модели Ходжкина-Хаксли. А для чего же нам вот этот вот АК понадобился? А вот для чего. Давайте попробуем разбираться наглядно. Данный слайд демонстрирует, как происходит генерация потенциала действия в модели Конора и Стивенсона. При отсутствии какого-либо подаваемого тока с электрода, либо же синаптического тока, мембранный потенциал остается неизменным на уровне минус 68 мВт. При подаче постоянного тока с электрода, больше порогового значения, модельный нейрон начинает генерировать потенциалы действия. На панели А показана зависимость частоты спайков от отношения подаваемого постоянного тока к значению порогового. Частота растет линейно и неразрывно, начиная с нуля. То есть здесь мы находимся в нуле. А панель Б показывает пример генерации спайков для определенного значения тока электрода. Интереснее смотреть на панели С и панели Д. Панель С, как и панель А, показывает зависимость частоты спайков от отношения подаваемого постоянного тока к значению порогового. Однако при условии, что максимальная проводимость А тока для данного описания равна нулю, проводимость утечки и обратный потенциал подбирались таким образом, чтобы потенциал покоя и сопротивление мембраны совпадали с оригинальной моделью. Заметно, что частота спайков значительно выше с включенной проводимостью по А току. Происходит это потому, что скорость деинактивации А тока ограничивает время нарастания мембранного потенциала между потенциалами действия. В дополнение переход от состояния, при котором не происходит потенциал действия для токов ниже порога, к состоянию частой активации при преодолении порога, существенно отличается с элиминированным А током. Частота перепрыгивает нулевое значение, то есть в какой-то момент спайков нет. Затем мы начинаем подавать ток выше порогового или равный пороговому, и мы перепрыгиваем наше нулевое значение, перепрыгиваем все вот эти значения, если бы а ток присутствовал, и сразу же мы попадаем на 110 спайков, вернее 110 Гц по частоте. И после этого оно ведет себя так же, то есть оно повышается непрерывно. Значит, нейроны, чья частота спайков растет непрерывно, как функция от подаваемого тока, называются первым типом. То есть это вот нейроны, которые ведут себя подобным образом. А те, у кого происходит первоначальный скачок, называются вторым типом. И на самом деле а ток – это не единственный механизм, который может обеспечить поведение первого типа. Модель же Хошкина-Хаксли относится ко второму типу. Еще один интересный эффект а тока, он проиллюстрирован на панели D. Сначала модельный нейрон мы удерживаем в состоянии гиперполяризации, подавая на его мембрану отрицательный ток. Довольно продолжительное время. После чего происходит переключение с отрицательного на положительный ток. Пока нейрон гиперполяризован, вот этот вот а ток, он деинактивирован. Когда произошло переключение по знаку подаваемого тока, и нейрон начал деполяризоваться, то а ток сначала быстро активируется, а потом также быстро инактивируется. Это откладывает первый спайк и при этом увеличивает межспайковую частоту. Значит, диапазон ответов нейронов модели Коннора Стивенса можно еще больше расширить, включив временную проводимость по кальцию. Подобная проводимость была смоделирована Маккормиком и Хьюгенардом в 1992 году. Основанием этому послужили данные с таламических ретроцессионных нейронов. В мембранах нейронов обычно присутствует несколько различных проводимостей по кальцию. Они делятся на типы L, T, N и P. Токи по кальцию L-типа зависят от потенциала и активируются при относительно высоком пороге. Инактивируются эти токи кальциезависимыми, а не потенциалозависимым образом. То есть это вот то, о чем я говорил, что не потенциалозависимая инактивация происходит, а инактивация происходит в зависимости от концентрации кальция. Значит, токи кальция T-типа имеют более низкие пороги активации и являются временными. Кальций проводимости N и P-типа имеют промежуточные пороги и являются временными и постоянными одновременно. Вернее, не одновременно, а соответственно. N – это временное, P – это постоянное. Н – они могут отвечать за вход кальция, который вызывает высвобождение трансмиттера на пресинаптических окончаниях. Об этом более подробно, я думаю, расскажет вам Георгий Галумов в следующей лекции. Как вообще происходит высвобождение. То есть кальций играет роль в высвобождении нейротрансмиттера. Но нас, поскольку мы пока рассматриваем физиологические модели, нас это пока интересует не так сильно, потому что кальций и для электрофизиологии имеет достаточно интересное значение. Я на графиках продемонстрирую это вам на следующих слайдах. Значит, поступление кальция в нейроны имеет много вторичных последствий, начиная с блокировки кальций-зависимых каналов и заканчивая долгосрочными модификациями синаптических проводимости. Об этом я вам расскажу, когда мы будем говорить на тему LTP и LTD. Это long-term potentiation, long-term depression. То есть это как раз механизмы пластичности. И ток мембраны, вызванный временной проводимостью кальция, мы можем записать на самом деле вот таким вот образом. Но интересно, что нам это вообще в принципе дает. Временная проводимость кальция действует во многих отношениях как более медленная версия временной проводимости натрия, которая генерирует потенциалы действия. Вместо потенциала действия временная проводимость по кальциуму, она вызывает более медленную временную деполяризацию. То есть вот она, иногда называемую кальциевым спайком. Временная деполяризация заставляет нейрон запускать очередь потенциалов действия, которые представляют собой как раз уже натриевые спайки. Они в данном случае как бы едут вот на этой волне, такие натриевые спайки-серферы, которые едут на кальциевой волне. Значит, в этом примере модельный нейрон сначала был гиперполяризирован путем, в течение длительного периода времени. Затем он был освобожден, то есть мы не подавали положительный ток на него вообще никакой, мы просто его выставили в ноль, то есть убрали. Во время длительной гиперполяризации проводимость кальция, она деэнксидируется. Когда ток электрода устанавливается в ноль, результирующая деполяризация активирует временную проводимость кальция и вызывает как раз именно взрывную серию, так называемый burst, вот этих самых потенциалов действия. Вот эта вот взрывная серия или всплеск, или burst, он изображен, они изображены, эта серия изображена на данном рисунке. И она вообще возможна благодаря присутствию как раз кальциевой промодимости и того самого оттока, про который мы говорили до этого, как раз в модели Конора Стивенса. Если туда мы добавим как раз проводимость по кальцию, прекращается же этот всплеск тогда, когда проводимость по кальцию деактивируется. И генерация потенциалов действия в ответ на высвобождение от гиперполяризации называется постингибиторным отскоком. Или постингибиторным отскоком, если вы будете смотреть этот термин на английском. В естественных условиях гиперполяризация вызывается обычно тормозящим синаптическим входом, а не инъекцией тока. Про тормозящие воздействия мы с вами немножко говорили на третьей лекции. Я как бы тогда на примере латерального торможения вообще в принципе объяснял, зачем оно нужно. Но внезапно оказывается, что с помощью торможения нейронов вы можете, а потом прекращение этого торможения, вы можете вызвать вот такую активную, такие всплески активации. И надо опять же помнить, давайте посмотрим на этот слайд, что просто активация, то есть вот эти вот единичные спайки, они на самом деле для вас ничего не значат. Это может быть некоторый шум. На самом деле он может вследствие различных причин появляться. А вот такого рода взрывная активность обычно нельзя ее назвать случайной. Она происходит из-за каких-то конкретных совершенно определенных явлений именно в контурах нервной системы. Значит, временный ток по кальцию является важным компонентом моделей таламических ретрансляционных нейронов. Эти нейроны демонстрируют разные паттерны возбуждения как раз при сне и бодрствовании. Во время сна потенциалы действия обычно появляются сериями, то есть всплесками. И на данном рисунке показан как раз пример трех состояний активности моделей таламической ретрансляционной клетки. Эта клетка имеет помимо быстрой проводимости по натрию и каналы калиево-отложенного выпрямления, она имеет еще временную проводимость по кальцию. Она имеет проводимость смешанных катионов, активируемую гиперполяризацией, и она имеет еще постоянную натриевую проводимость. То есть уравнений я здесь не привожу, просто потому что они будут большими, трехэтажными. И, в принципе, здесь главное понять принцип. Я думаю, что принцип расширения модели уже более-менее понятен, поэтому мы смотрим на то, каких эффектов мы можем достичь, просто добавляя различные проводимости. Клетка находится в покое или генерирует потенциалы действия с регулярной частотой или импульсами в зависимости от уровня подачи тока. В частности, подача небольшого отрицательного тока приводит к всплеску. Это происходит потому, что гиперполяризация из-за инъекции тока деактивирует как раз временный ток по кальцию и активирует ток, активирует ток, активируемый гиперполяризацией. Обычный режим возбуждения на среднем графике рисунка соответствует бодрствам, когда таламус достоверно передает информацию от сенсорной периферии к коре головного мозга. Ну и здесь есть еще вот такой слайд в этом разделе. Это периодическая всплесковая активность в модели СТГ – стоматогастрик генглион нейрон. Нейроны могут генерировать потенциал действия либо с постоянной скоростью, либо импульсами даже при отсутствии ввода тока или синаптического входа. Периодические всплески – это общая черта нейронов в генераторах центральных паттерн. Центральные паттерны – это нейронные цепни, создающие периодичные паттерны активности для управления ритмичным двигательным поведением. Что это значит, что к этому относится? Ну, например, ходьба, бег, жевание – это все периодическая двигательная активность. Чтобы проиллюстрировать периодический всплеск, мы как раз рассмотрим модель, построенную для сопоставления активности нейрона с реальными в стоматогастральном ганглии ракообразными. Это нейронная цепь, которая контролирует ритм оживания и пищеварение у лобстеров и крабов. Значит, СТГ – это модельная система для исследования влияния нейромодуляторов, таких как амины и нейропептиды, на паттерны активности нейронной сети. Нейромодуляторы изменяют поведение нейронов и сети, активируя, деактивируя или иным образом изменяя свойства мембран и синаптических каналов. Нейромодуляция оказывает большое влияние практически на все нейронные сети, начиная от генераторов периферических двигательных паттернов, таких как СТГ, до сенсорных, моторных и когнитивных цепей мозга. Значит, модельные нейроны СТГ содержат быстрой проводимости натрия, проводимость калия отложенного выпрямления, значит, проводимость калия по типу оттока и переходные проводимости по кальцию. Значит, аналогичные тем, которые уже обсуждались ранее. Но формулы и параметры, они немного отличаются по причине, о которой я уже говорил, что у нас все это дело идет с экспериментальных данных. Значит, кроме того, эта модель имеет кальций-зависимую проводимость калия. Значит, ну и на рисунке показано, как эти модели вообще в принципе могут генерировать взрывную активность, потенциал от действий. Так, по проводимостям и моделям, как мы можем вообще расширять модель Ходжкина-Хаксель, добавлять различные проводимости, мы закончим. По блоку. Будут какие-то вопросы? Так, окей. Ну и следующее у нас это теория Каббала или это Каббала. На самом деле, ни Mortal Kombat, ни иудейская магия Каббала тут ни при чем. Я говорю о кабельной теории. Это очень важный раздел, который позволит нам перейти в принципе от однокомпартментных моделей к мультикомпартментным благодаря, по сути всего, одному уравнению. Значит, основы кабельной теории заложил английский физик Уильям Томпсон, который в 1855 году представил королевскому обществу математический анализ затухания сигнала в трансатлантическом телефонном кабеле между Америкой и Англией, который тогда планировали прокладывать. То есть, к нейронам изначально он как бы этот раздел математики и физики не имел никакого отношения, пока люди не поняли, насколько одно похоже на другое. Значит, подводный кабель, он схож по своим свойствам с нервным молокном. Он имеет токопроводящие сердцевины, покрытые как раз изолирующей оболочкой и окружены они морской водой. Так же, как и нейроны находятся в соляном растворе, который содержит ионы, которые генерируют электрический потенциал и двигаются в ответ на эти потенциалы. Но поскольку изоляция кабеля не является совершенной, то существует конечное сопротивление утечки через изолятор. Главная количественная разница между кабелем и нейроном в том, что кабельные жилы сделаны из меди, что является намного лучшим проводником, чем соляной раствор нейрон. А также кабельное покрытие является значительно лучшим изолятором, чем мембрана клетки. Поэтому сигналы в кабеле, в отличие от нейрона, могут распространяться на дальние расстояния без существенного затухания. Давайте же посмотрим, что же это за кабельная теория, как это согласуется с физиологией нейрона и выведем само кабельное уравнение. Как уже было сказано в четвертой лекции, однокомпартментные модели описывают мембранный потенциал всего нейрона только одной переменной V, то есть нашим потенциалом мембранным. Затухание и задержки сигнала в рамках одного рассматриваемого нейрона очень критичны, когда этот сигнал перемещается по длинному, узкому, кабелеподобному дендритному отростку или же аксону. Именно поэтому математический анализ распространения сигнала по нейрону и называется точно так же кабельной теорией. Что дендриты, что аксоны обычно достаточно тонкие, чтобы изменения потенциала в радиальном или осевом направлениях были несущественны по сравнению с его изменением в продольных направлениях. Таким образом, изменение мембранного потенциала можно представить функции от пространственной координаты х и времени, то есть v от xt. Данный слайд является наглядной демонстрацией, насколько важно помнить про различия в морфологии отдельных нейронов. Этот слайд демонстрирует морфологические различия дендритов пирамидальных нейронов. А пирамидальные нейроны это основные возбудительные нейроны мозга млекопитающих. Они обнаруживаются также у рыб, птиц и рептилий. Напоминают они по форме пирамиду, то есть если вы посмотрите, то да, действительно напоминают. Из которой вверх идет большой апикальный дендрит, имеют один аксон идущий вниз и множество базальных дендритов. Впервые они были исследованы Рамоном и Кахалем. Отмечены они в таких структурах, как кора головного мозга, гиппокам, менделевидное тело, стриатум, средний мозг, ромбовидный мозг, спинной мозг. То есть, как вы можете видеть, это практически одни из самых распространенных вычислительных единиц в нашей нервной системе. В критикальных структурах млекопитающих представляют наиболее многочисленную популяцию возбудительных нейронов. Соответственно, когда мы говорили с вами об однокомпартнентных моделях и одной переменной V, мы говорили о том, что нейрон представляет собой некоторый такой шарик. Но я думаю, что этот слайд наглядно демонстрирует, что шариком этот нейрон по сути не является. Значит, здесь мы видим, что одновременные внутриклеточные записи потенциалов действия с тела клетки и с его дендрита, они вообще показывают нам, что у нас происходит как раз та самая задержка. То есть вот эта панель показывает задержку и затухание потенциала действия в процессе прохождения его от тела клетки к дендритам. Не от дендритов, а именно от тела клетки к дендритам. Чтобы этот эксперимент можно было провести, то на тело клетки просто можно подать короткий импульс тока, и мы вместе собственно регистрации на дендрите через некоторое время с некоторой задержкой увидим потенциал действия. Но по амплитуде он будет меньше, чем потенциал действия, который мы зарегистрировали на клетке. Панель B показывает возбуждающий постсинаптический потенциал. Называется он EPSP Excitatory Post-Synaptic Potential. И он регистрируется на дендрите благодаря входящей синаптической активности. Что для этого можно сделать? Вам не обязательно ждать, что передающий нейрон с той стороны, аксон которого подведен к этому дендриту, что он что-то передаст. Вы можете простимулировать аксон пресинаптический и тогда до дендрита постсинаптического этот сигнал дойдет и вы увидите на дендрите вот такой потенциал действия, вот такой спайк. Здесь мы точно также видим задержку и затухание сигнала, но в отличие от данное затухание существенно сильнее. понимание этих особенностей нам как раз необходимо для определения где когда синаптический вход может привести к активации нейрона, а когда он не может привести к активации нейрона. То есть в данном случае вот этот потенциал который здесь, то есть вот это изменение потенциала которое мы видим здесь, оно у нас по сути как бы потенциалом действия не является, потому что оно не перескакивает порогового значения, а оно спокойно тихонечко затухает. Значит разобрались мы с тем, что наши морфологические отростки то бишь дендриты и аксоны можно представить в виде вот такого цилиндрического провода, что на самом деле при более детальном рассмотрении для именно дендритов оказывается сильным упрощением поскольку они не цилиндрические а конусообразные и что очень тоже существенно они достаточно короткие в сравнении с аксонами но на самом деле оперируем мы точно теми же параметрами что и раньше мы оперируем сопротивлением мы оперируем емкостью мы оперируем внешним током и током как бы током ионным то есть ионными проводимостями оперируем потенциал мембраны и оперируем вот этими проводимостями ионов значит возьмем наш длинный отросток и начнем просто разбивать его на равные кусочки все меньше и меньше и меньше длины и когда вот эта длина dx соответственно достаточно маленькая мы можем каждый интересующий нас параметр расписать с учетом конкретного участка интересующего отростка для сопротивления для емкости и для токов и значения вот эти вот малые rc и i это специфические значения сопротивления емкости и токов для данного заданного конкретного участка до поскольку каждый участок является продолжением предыдущего то мы спокойно можем выразить на самом деле что ток что потенциал через предыдущий участок и давайте посмотрим как мы это можем сделать то есть в четвертой лекции мы с вами разбирались с тем как меняется наша система во времени и только во времени сейчас же мы просто добавляем к ней одно измерение то есть у нас есть на самом деле более интересные модели где рассматриваются два измерения не только x рассматривается еще y то есть это так называемые 2d модели но считать их аналитически это себе дороже в общем модели которые применяются для вполне конкретных случаев и для обобщения они не настолько интересны значит добавили мы это измерение переписали мы наше уравнение для потенциала мембран через пространственно-временные параметры общий ток расписали мы через внешний стимул и через ионный ток который определяется текущим участком и следующим участком куда он перемещается ну как бы всегда это два участка значит преобразуем преобразуем мы значит наше уравнение получаем получаем мы вот такое вот уравнение которое описывает как будет меняться наша система не только во времени но и в пространстве для данного конкретного отростка который нас интересует что мы делаем дальше мы решаем наше уравнение в частных производных получаем то самое кабельное уравнение с помощью которого зная параметры специфической емкости и сопротивления отдельных отростков мы можем получить аналитическое решение для модели которая в своей основе это кабельное уравнение как раз и используя в целом кабельная теория дендритов она же кабельная теория теория ролла или модель ролла рассматривать мы ее не будем это множество предположений и результатов которые относятся к распространению и взаимодействию электрических сигналов в дендритных деревьях эта теория была разработана в 59 году американским математиком и нейрофизиологом Вилфредом роллом и объясняет она влияние электротонических свойств и морфологии дендритов на нейрон рассматривать как я уже говорил в этом курсе мы ее не будем но мы рассмотрели в этом разделе основные принципы которые вообще в принципе легли в ее основу для более детального рассмотрения нам пришлось бы вспомнить и про форму конуса дендрита и аницилиндра и про ветвление возможно и про ток наведения поскольку дендриты находятся могут находиться очень близко друг от друга соответственно они будут создавать наводящие итоги и не только как бы это сказать не только распространение у вас получается не только распространение вдоль кабеля но у вас еще есть некоторое внешнее поле которое нужно учитывать данный раздел получился достаточно небольшим но достаточно существенным в принципе для понимания того как нам переходить к мультикомпартмент модели есть ли какие-то вопросы окей вот мы и подошли вплотную к мультикомпартмент модели начнем мы с того зачем вообще они нам нужны и разве не можем мы использовать кабельную теорию как вот мы описали в прошлом разделе можем ли мы все непрерывно считать посмотрим как мы можем вообще аппроксимировать структуру нейрона до нескольких компартментов и посмотрим как можно использовать такой подход при моделировании прохождения сигнала по миелли миеллинизированному и не миеллинизированному аксона значит мы рассмотрели это самое кабельное уравнение оно классное его можно решать аналитически но решать аналитически его можно только в очень простых случаях когда мы добавляем к этому уравнению всю сложность и разнообразность различных мембранных проводимостей нам приходится считать мембранный потенциал уже численными методами давайте просто разделим существующий нейрон на несколько областей или компартментов и просто аппроксимируем непрерывный потенциал наш потенциал Vx от X от T набором дискретных значений потенциалов в каждом отдельном компартменте данный подход предполагает что каждый компартмент достаточно мал то есть вспоминая определение компартментов вариабельность изменения мембранного потенциала в компартменте отсутствует то есть описывается одной переменной точность таких моделей всегда зависит в первую очередь от количества компартментов и тех размеров которые вы выбрали для описания вернее даже не самих размеров а отношение этих размеров к константам длины которые используются для описания электротонических процессов а вот данный слайд как раз иллюстрирует схематическую диаграмму кратикального пирамидального нейрона с набором компартментных аппроксимаций то есть слева мы имеем вот этот наш интересующий нас пирамидальный нейрон с такой очень богатой морфологией а дальше мы можем с помощью серии компартментных преобразований в итоге прийти к самому простому случаю однокомпартментные модели вот модели с таким количеством компартментов они на самом деле используются довольно редко и только в определенных случаях когда в основном вы моделируете очень небольшие ну то есть вы моделируете либо одиночные нейроны либо моделируете небольшие популяции из десятка нейронов а вот такие вот модели вы можете использовать вы можете использовать как раз уже для моделирования довольно больших популяций значит ну и куда же без наших эквивалентных контур здесь мы видим что в принципе каждый компартмент можно представить как раз в виде набора вот этих самых знакомых нам уже эквивалентных контуров увеличенная область то есть вот эта увеличенная область как раз показывает ветвление дендрита когда один отросток разделяется на два эквивалентных каждый компартмент в данном описании будет иметь свою собственную мембрану набор синаптических проводимостей обозначенных вот здесь на этих эквивалентных контур то есть вот они вот они наши проводимости и собственно у каждого из них есть собственный resting potential собственный reversal potential вот и наборы то есть вот компартменты вот эти компартменты они соединяются друг с другом по сути сопротивлением или резистора значит в многокомпартментной модели каждый компартмент имеет свой собственный мембранный потенциал в данном случае это vmu для компартмента mu имеет собственный гейтинг переменный который определяет как раз ток мембраны для для этого компартмента mu то есть i от mu каждый мембранный потенциал vmu удовлетворяет уравнению аналогично базовому уравнению связи тока и потенциала мембраны который мы рассматривали четвертой лекции за исключением того что компартменты соединяются со своими соседями в общей структуре и в принципе это вот общий вид такой формулы он показан здесь то есть для любого компартмента компартменты на концах кабеля имеют только одного соседа следовательно только один член заменяет два последних члена уравнений для компартмента в котором кабель разветвляется на двое существует три таких члена соответствующих соединений узла разветвления с первым компартментом в каждой из дочерних ветвей ну и давайте смотреть как же это работает в качестве примера такого многокомпартментного моделирования давайте разберем распространение потенциала действия вдоль немиеллинизированного аксона в этой модели каждый компартмент имеет такую же проводимость мембраны как и в модели Ходжкина-Хаксли с одним компартментом различные компартменты соединены вместе в соединены вместе в один неразветвленный кабель представляющий как раз именно аксон по всей его длине на рисунке показан потенциал действия который распространяется по аксону и смоделирован он таким образом то есть это именно результат моделирования потенциал действия распространяется на более чем один миллиметр аксона и проходит примерно за примерно на два миллиметра за пять миллисекунд со скоростью четыре десятых метров секунды верхняя панель это собственно представление представление аксона из ста компартментов показанный сегмент аксона имеет длину 4 миллиметра радиус 1 микрометра электродный ток достаточный для возбуждения потенциала действия подается в точку обозначенную IE то есть вот сюда панель ниже показывает мембранный потенциал как функцию положения вдоль аксона при T при T равном 9 и 75 миллисекунд вот он вот он здесь пространственное положение на этой панели совпадает с аксоном изображенным на ней потенциал действия смещается вправо и две нижние панели показывают мембранный потенциал как функцию времени в двух местах обозначенных стрелками и символами V1 и V2 то есть для V1 мы смотрим на потенциал сюда для V2 мы смотрим на потенциал сюда значит по несмотря на то что потенциалы действия обычно перемещаются по аксону в сторону от тела клетки называется это ортодромное распространение базовые процессы распространения потенциала действия в принципе не имеют предпочтительного направления распространение в обратном направлении к телу клетки называют антидромным оно возможно при определенных условиях стимуляции например самым понятным примером такого распространения является стимуляция аксона в середине волокна то есть вы берете стимулируете его где-то здесь что произойдет в этом случае в данном случае возникающий потенциал действия будет распространяться в обе стороны от точки приложения стимула как только возникший потенциал действия в аксоне начинает свое распространение он уже не генерирует второго потенциала действия который пойдет в обратную сторону как раз из-за рефракторных свойств о них мы говорили в четвертой лекции регион аксона находящийся по ходу движения потенциала действия готов при этом сгенерировать спайк как только достаточное количество тока распространится вдоль аксона из региона в котором сейчас произошел спайк то есть если это рассмотреть регионами то в как бы вот этот вот регион в нем возникнет потенциал действия если ток возникший в результате потенциала действия в этом регионе достаточен для того чтобы как бы сгенерировать спайк уже в этом регионе а вот проводимость натрия в регионе за местом генерации потенциала действия все еще инактивировано после того как произошло после того как этот спайк возник таким образом предыдущий регион не в состоянии сгенерировать потенциал действия пока не закончится и тот самый рефракторный период к моменту окончания этого периода для такого региона потенциал действия уже уйдет далеко вдоль аксона в другие регионы и никак не сможет повлиять на возникновение спайка в этом регионе то есть только следующий только следующий спайк из предыдущих регионов может опять привести его к возникновению потенциала действия в этом регионе и есть у нас еще такая штука как потенциал действия по миеллинизированному волокну значит как мы уже упоминали неоднократно в этом курсе большое количество аксонов позвоночных покрыто той самой миеллиновой оболочкой оболочка эта не покрывает все тело аксона и между миеллинизированными участками существуют перехваты ранвье вот они схематически изображены здесь аксональная мембрана как раз в области перехватов ранвье содержит очень высокую плотность быстрых потенциалозависимых натриевых каналов миеллин же повышает сопротивление мембраны и уменьшает ее емкость панель А показывает эквивалентный контур для мультикомпартментной модели миеллинизированного аксона для расчетов емкости мембраны мы можем считать что мембрана с миеллином это просто такая очень-очень толстая мембрана принимая во внимание такую геометрию изображенную на панели Б миеллиновая оболочка у нас начинается на радиусе А1 и заканчивается на радиусе А2 в принципе в этом случае мы мембран емкость мембраны мы можем выразить вот в следующем образом если в данных терминах теперь пересчитать линейное кабельное уравнение я здесь тоже не буду приводить это поверьте мне на слово или посмотрите в книжку мы получим уравнение которое будет эквивалентно уравнению диффузии то есть по сути от этого перехвата до этого перехвата сигнал перемещается электротонически а не благодаря перемещению тока то есть не благодаря возникновению потенциала действия вот в каждом мини регионе внутри значит и в качестве в качестве небольшого примера вот хочу привести вам есть такая штука как модель Хэя была она сделана в 2011 году то есть после того как Ходжкин и Хакс сделали первую модель в 50-х годах прошло значительное количество времени а электрофизиологические модели продолжают делать с большим успехом значит в ней проведена достаточно детальная морфологическая реконструкция вертикального пирамидального нейрона 5b слоя состоит она из 200 компартментов в ней реализованы дендритные ветвления и пространственное распределение ионных токов то есть у вас какие-то проводимости могут находиться в одних компартментах а какие-то проводимости у вас могут находиться в других компартментах ну и включает она два типа натриевых тока три типа калиевых два типа кальциевых и еще один неспецифический Ну и на этом мы вообще, в принципе, заканчиваем рассматривать модели единичных нейронов. Все рассмотренные модели включали пока только электрофизиологию. Когда мы говорим о моделях нейронов, мы всегда должны помнить о базовых принципах электрофизиологии, потому что если вы вместо, например, экспоненциального убывания потенциала мембраны решите использовать какую-то другую функцию, то запомните, вы будете уже строить не модель нейронов. Как видите, детализация и уровни моделирования даже единичных нейронов могут очень сильно отличаться. И изучение некоторых патологий нервной системы вообще связаны с дефектами определенных ионных каналов, то есть это дефекты определенных ионных проводимостей. И, как уже было сказано, сложная единичная модель далеко не всегда вам будет нужна для моделирования, например, тех же популяций нейронов, но при этом даже простые модели должны согласовываться с экспериментальными данными, хотя бы в определенной части. Как, например, модель Integrating Fire, она все еще подходит для моделирования подпорогового поведения нейрона, то есть она частично дает вам вот этот самый частичный матчинг в поведении нейрона. Вот. На этом, да, я бы хотел закончить. Если у кого-то есть вопросы, задавайте их. Окей. Ну, а следующая лекция у нас будет про синапсы, какие они бывают, какие в том числе бывают еще рецепторы, как вообще нейроны не только электрофизиологически могут передавать друг другу информацию. В общем, будет интересно. Приходите. Всем спасибо. Спасибо. До свидания.